И так продолжаем. Вот у нас уже две линии, то есть две фигуры получается. Первый это контур у нас, и второй это у нас прямоугольник. Сделаем сейчас таким вот образом. Мы эквидистанта обратно вернем на место, то есть минус 100. И теперь выделили. Выделяем контур, потом выделяем прямоугольник наш. Вот таким вот образом. И теперь нажимаем отсечение. И теперь смотрим, что же у нас получилось. Так, нет, неправильно получилось. Отсечение. Окей, теперь смотрим. Вот. Теперь вот у нас контур здесь уже прерывается, вот на этом пересечении. Далее выделяем вот эту часть. Выделяем вот эту часть. И выделяем эту часть. Так, далее. Убираем силу. И задаем тут получается у нас 1.6. 1.6. Так, 1.6. Ставлю 1.6. Распределенная по линии. Получается у нас способ построения осевая. И вот выбираем. И вот выбираем вот эту нашу длину. Так, потом дальше. Так, нажимаем Enter. Нет, нет, нет. Да, да, да. Нет, правильно. Все правильно. Так, я извиняюсь. Приношу извинения авторам этой книги. Здесь я неправильно понял некоторые места. Так, как они хотели, да. Но я задание и выполнение вот этих пунктов понял. Вот таким вот образом, да. Поэтому я приношу свои извинения. Если я сделаю, если неправильно. Но я так понял. Получается здесь у нас остается вот такая вот часть, да. Или, или по-моему она идет нагрузка вот таким вот образом. То есть получается вот здесь у нас также должны быть нагрузки. Когда сейчас отменяем. контур у нас так получается. Надо его что-то будешь делать. Вот. отсекаем. Теперь смотрим. Нет. Так же осталось. Вот у нас целое, да. Сейчас. У меня тут запись идет. Далее отсекаем. Рассекаем точнее. И теперь смотрим, у нас плюс. У нас плюс. Рассекаем точнее. Рассекаем точнее. И теперь смотрим. Открытый. У нас плюс плюс. У нас плюс плюс. У нас плюс плюс. И теперь получается нам надо врезать, так, что-то у нас вот этот прямоугольник никак не рассекается. У нас вернулась назад. Получается надо эквидисмента обратно вернуть, минус 100. Так, теперь получается нам надо рассечь. Получается не так как хотелось бы. То есть, что сейчас я хочу сделать. Получается нагрузка должна идти вот таким вот образом. Для этого и вот этот прямоугольник и вот этот контур они должны рассекаться вот в этих двух точках. То есть, и это и это они должны рассекаться. Вот так. Нет, 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 это не то. Так, ааа, вот оно, вот, вот, вот. Теперь получается у нас вот контур. Выделяем вот этот второй контур. И теперь он у нас идет вот таким вот образом. Далее выбираем нагрузку. Задаем нагрузку, вот 1.6, все по умолчанию остается. И выделяем вот этот контур. Нажимаем ОК. Так. Ага. Вот так, да, получилось? Ага. То есть, я думал, если вот так сделать. Вот. Вот таким вот образом, да? Угу. Так. Все, теперь дойдем по инструкции. Нам необходимо удалить линии, которые вспомогательны. Для этого воспользуемся окошком структуры. Здесь у нас вот эти линии. И всех удаляем. Удалить. Вот и все. Вот нагрузку мы уже задали. Так. Теперь далее. Нам надо на последнем этаже. Ну, тут пятый, у нас шестой, да? На последнем этаже нам необходимо задать распределенную нагрузку по площади. И задать значение 1,1,0 тонн нанометр. Так. Убираем. 1,0. Так. 1,0. И здесь также 1,0. 1,0. Выбираем кромку, край вот этого, да? Плиты. И нажимаем Enter. Вот у нас уже получается, получилась вот такая вот чердачная нагрузка. Так. У нас. Ага. Служебная информация. За пределами текущего этажа. А-а-а-а-а. Так. Удаляем. Убираем шестой этаж. И получается, здесь задаем нагрузку распределенную. 0,1. Значения нормативные. И задаем открытку. Таким образом мы уже задали нагрузки и теперь в следующем видео мы уже перейдем к соображению номера.